А все-таки кто же мог бы сегодня выступить автором или хотя бы двигателем основных идей, которые составили бы вот эту самую социальную программу, выраженную в конкретной политической программе? Есть ли сегодня та политическая сила, на ваш взгляд, которая могла бы на левом фланге выступить местом концентрации этих прогрессивных идей, или же пока мы находимся в стадии размежевания и до объединения нам далеко? Так, ну, мы из пространства политической экономии переходим в пространство конкретной сегодняшней политики, да? Я правильно понимаю ваш вопрос, Олег? Очень правильно, да. Нет, я от этого никогда не уходил и уходить не собираюсь, ну, за исключением, может быть, лекции в университете, где есть свои правила игры, если ты читаешь по экономической теории. Я такой партии сегодня не вижу. Сразу хочу сказать, программы, даже «Справедливая Россия», программы КПРФ, программы большинства других коммунистических партий, объединенная коммунистическая партия, РКРП, какие-то другие группы, они вот в этой программе минимума, о которой я только что говорил, о которой вы говорили, сходятся, да? Здесь больших разногласий нет. Почему не получается объединение, почему не получается сформирование единой силы? Переходим в пространство уже субъективных аспектов, да, хотя есть объективные предпосылки. Объективная предпосылка – это пассивность и конформизм большинства населения России. Она сформирована, опять-таки, не случайно. Она сформирована застойными годами Советского Союза, когда на место энтузиазма пришла конформистская пассивная логика погони за дефицитом. Она сформирована поражением перестройки, когда ростки социального творчества, ведь не только кооперативы и не только, так сказать, борьба с пьянством и гласность без берегов и границ. Были очень интересные инициативы по развитию реального участия в управлении и на предприятиях, и на местах, и по месту жительства, и социальных движений и так далее. Все это закончилось фарсом и выродилось в чудовищную неолиберальную систему, где людям под лозунгом демократии принесли действительно чудовищный кризис. В результате сформировалась стойкая реакция. Все разговоры о социальном творчестве, о социальном освобождении, о народовластие – это демагогия, которая ведет к беспорядку, хаосу, застою и так далее. Вот это предпосылка того, что нет активного социального творчества, того, что на улице, обездоленное, забитое этой жизнью, масса не выходит. Люди не превращаются в субъектов социального творчества, хотя для этого предпосылки объективные есть, необходимость есть. Это объективная сторона. Субъективная сторона – то, что в таких условиях партии превращаются в группы борьбы за получение парламентских кресел. Вот когда всерьез ставишь вопрос, я беседовал с представителями одной из партий, не самых левых, была у меня встреча в парламенте. И я им сказал, вот представьте себе, что у вас сейчас есть реальная возможность, с вероятностью не в 100, а в 50%, возглавить массовый протест, после которого начнется движение с реализации вашей программы, если вы победите. А если не победите, вас всех выгонят из Государственной Думы, а кое-кого еще и посадят в тюрьму. Вы пойдете на такой протест? Была такая глухая тишина, после чего меня попросили прекратить бессмысленные вопросы. Понимаете? Боюсь, что так ответят представители большинства партий, за исключением тех, кто находится в серьезной оппозиции. Вот это очень важная тема. Отсутствие политической силы, которая бы могла это сделать. Поэтому объединение все вертится вокруг того, кто и как попадет в Государственную Думу. А здесь все конкуренты, на самом деле, и солидарности нет. Есть еще одна сторона этой медали, очень важная. Людям надо пройти через горнило практик, практик социальной организации, социальных действий, социального протеста, позитивных, конструктивных действий. В профсоюзах, в местном самоуправлении, в кассах взаимопомощи, в учебе. Вот давайте вспомним, чем занимались большевики и предшественники в конце 19-го, первые годы 20-го века. Работа в кассах взаимопомощи, создание профсоюзов, организация забастовок, теоретическая работа, пропаганда везде, где можно, где нельзя. Хотя тогда это, кстати, было гораздо сложнее. Кроме церкви, никаких пропагандистских институтов не было. Большая часть населения читать даже не могла, только некоторая продвинутая часть пролетариата. Вот уроки, к сожалению, старые и ситуация похожая. Но сегодня население гораздо более талантливое и гораздо более способное к быстрому объединению самоорганизации. А если мы посмотрим не на население, а на классы, то окажется, что есть такой потенциал и у индустриальных рабочих, и у того, кто принадлежит к новому социальному условию, служащих в общественном секторе, но занятых нужной общественной работой образования, здравоохранения, искусства, десятки миллионов людей, которые тоже самый потенциальный отряд борьбы за новое общество.